Всем привет! Я Анна Оськина и в этом видео покажу, как сделать сказочную пряничную машинку из полимерной глины. Ставь лайк, если нравятся мои идеи и подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Поехали! В работе я буду использовать полимерную глину FIMO цвета Sahara. Эта пластика отлично подойдет для реализации моей идеи. Раскатываю пласт толщиной примерно 1-1,5 мм, не слишком тонкий, чтобы потом стенки машинки не гнулись. Беру жесткую губку, такую твердую, фактурную и прижимаю ее к этому пласту. Создаю фактуру будущего печенья. Теперь вырезаю прянички для машинки, для стенок машинки. У меня это будут стеночки размером 3х2 см, 3 штуки и 2 штучки стеночки размером 2х2 см. Подходящие шаблоны можно вырезать просто из бумаги в клеточку. Когда вырезала прямоугольники и квадраты, я еще немножечко придаю им фактуру и немножечко как бы сглаживаю, закругляю края, чтобы они не смотрелись слишком такими рублеными. Перехожу к тонировке. Тонировать я буду сухой художественной пастелью. Для этого необходимо мелки раскрошить в пыль. Я выбираю цвета песочный, красно-коричневый и более такой темный красно-коричневый оттенок. Сначала я припудриваю все прянички песочным цветом, чтобы они стали такие желтенькие. Затем я беру светло-коричневый цвет и хорошенечко подрумяниваю квадратики и прямоугольнички. И после этого я делаю темные акценты по краям самым темным цветом. Прянички должны получиться очень такие румяные, насыщенные, но с плавными переходами цветов. Чтобы сделать колеса, я беру 4 одинаковых кусочка полимерной глины, катаю их в шарики и расплющиваю на рабочей поверхности. Расплющиваю таким образом, чтобы получилось 4 одинаковых кругляшка. Эти кругляшки тоже нужно офактурить, причем с двух сторон, потому что колеса можно немножечко приподнять и видеть с обратной стороны. И также сделать тонировку с двух сторон. После чего все детали машинки я отправляю запекаться на 30 минут при температуре 120 градусов. После запекания склеиваю коробочку, это будет основная часть машинки, ее кузов. К этому кузову нужно приделать переднюю часть и я ее просто слеплю из полимерной глины. Катаю шарик, шарик немножечко расплющиваю, чтобы получился прямоугольник со скругленными краями. Катаю небольшую колбаску, колбаску тоже расплющиваю, разрезаю пополам и присоединяю к передней части машинки по бокам. То есть здесь уже боковые части, там можно расположить фары например. Обрезаю часть моей передней детали так, чтобы ее можно было присоединить к кузову машинки. И немножко придаю фактуру щеточкой. После чего ее конечно же тоже нужно тонировать. Тонирую то же самое сухохудожественной пастелью, сначала желтенькой, затем более светлым оттенком коричневым. И с акцентой делаю более темным цветом. Очень удобно тонировать большой пушистой кисточкой. Переднюю и заднюю части машинки соединяю на FIMO гель. После чего отправляю эту часть запекаться также на 30 минут при температуре 120 градусов. Пока машинка запекается, я делаю конфетти. Для этого мне понадобится разноцветная полимерная глина. Сделать конфетти очень просто. Нужно раскатать тоненько колбаску нужного цвета и очень-очень мелко ее нарезать. Потом эти части запечь, получается конфетти. Либо можно запечь колбаску и уже нарезать после запекания. Тогда получатся более ровные, кругленькие детали. Я сделала такую вот коробочку с этими деталями. И уже сразу беру необходимые мне части, посыпочки, конфетти и использую в работе. Когда машинка запеклась, перехожу к декору. Декорирую машинку жидкой полимерной глиной. Я делаю крем из смеси FIMO геля и полимерной глины. И у меня получается вот такая вот тягучая масса. Я ее намазываю на все грани машинки. Этот крем также закрывает какие-то стыки, какие-то рубленые края, если вдруг они остались. Делаю это очень аккуратно. Аккуратно. Дальше два варианта. Либо можно расставлять детали посыпки по одной штучке. Либо просто взять и посыпать. И как прилипнет, так прилипнет. Выбирайте какой вариант вам больше нравится. Я сначала хотела расставлять по одной, но потом решила, что пусть будет погуще. И просто посыпала все сверху моим конфетти. После чего отправляю запекаться. После запекания я приклеиваю на клей колеса машинки по бокам. И добавляю финальный декор жидкой полимерной глины. Я добавляю крем, обвожу его вокруг колес. Хорошенько намазываю и украшаю нижнюю часть машинки. Снизу я также все замазываю, чтобы все красиво и эстетично смотрелось. И посыпаю посыпкой конфетти. Еще раз запекаю машинку. На этот раз последний раз. И дальше мне понадобится акриловый контур для стекла и керамики. Такими контурами очень удобно рисовать различные узоры на пряничках. Я рисую окошки, дверцы, делаю какой-то декор, полосочки. То есть здесь уже кто во что гораст, можно нарисовать любой узор, какой вам только нравится. Делаю маленькие точечки фары спереди машинки. И теперь остается только дождаться, когда акриловый контур высохнет и машинка пряничная будет полностью готова. В результате у меня получилась вот такая милая сказочная пряничная машинка. И хотя она из полимерной глины, выглядит ну очень вкусно. Ставь лайк, если понравилось это видео. И подписывайся, чтобы ничего не пропустить. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. С наступающими вас праздниками. И до новой встречи в моем новом видео.